Итак, это получается сигнальный первый выпуск текстовых новостей, которые попадаются на глаза и которые мы озвучиваем в эфире круглосуточного канала Народной дипломатии. Раньше что-то как-то не приходило в голову все это дело записывать и выкладывать, но это может быть подспорьем для людей занятых и для тех, кто не в курсе. Есть параллельный канал, который станет по прошествии времени основным на ютубе. На своем личном я постепенно все удалю. Мы переходим на другой канал. Постепенно. Ссылки будут в описании под видео, как и во всех статьях и в беседах. С этим у нас вроде как строго. Мы даем ссылки на источники, на исходники. Здесь, конечно, на статьи, на интересности, ссылки, все давать нет смысла. Есть название. Набирайте в поисковике и ищите исходник. Потому что это колоссальная работа будет. Иной раз мы вычитываем до сотни статей, заметок, публикаций. Размер шрифта я ставлю большой, так что увидеть можете все сами. Итак, американский дипломат оскорбил Украину карикатурой с собачьими экскрементами. На личной странице в соцсети Майк Спрингман опубликовал карикатуру, как Украине отведена спорная роль. А где Украине отведена спорная роль? Ну да, ну да. Не лень же было рисовать, а. Американский дипломат Майк Спрингман опубликовал на личной странице в соцсети Twitter картинку, которая рассорила пользователей. На ней указано место. Каждый из стран за большой спиной США. России на карикатуре нет. Зато своя роль отведена Украине. Флаг украинского государства воткнут в кучку экскрементов в левом нижнем углу карточки. Добавим. Майкл Спрингман много лет проработал в Германии, Индии и Саудовской Аравии. Дядя Сэм, мои друзья, так подписывает свой твит дипломат. Израиль практически рука об руку с США. Слева, слева это кто? Игилы, я так понимаю, да? Здесь вот страны с флажками, это собачки, которые отбросами питаются. Ну и вот в левом нижнем уголке кучка. Так, ссылки в чат Гудгейма на нашем канале я сбрасываю, так что можете пройти сами посмотреть. Госдеп полез в российские соцсети. Госдеп США официально выделил компании, дается название, около 7 миллионов рублей на пропаганду в российских соцсетях. Компания набирает специалистов со знанием русского языка. Стало известно, что американские власти выделили новый денежный транш для работы с российскими социальными сетями, который был перечислен, дается название. В 2017 году эта группа, которая образована в 2015, в итоге слияние двух компаний получила от Госдепа 118 972 доллара, около 7 миллионов рублей, которые нужно оприходовать до 7 июля 2018 года. Однако, как отмечает журналист Life Евгений Емельянов, только по линию Госдепа США на пятилетний период с 2016 по 2020 годы на ее деятельность было выделено более 100 миллионов долларов. Согласно описанию, опубликованному на официальном сайте компании, основные ее клиенты – это американские государственные службы, причем в основном военного и разведывательного направления, ну и, конечно, сам Госдеп. Компания дается название, постоянно набирает работников, сейчас вновь объявлен набор сотрудников, причем со знанием русского языка. При этом набор специалистов, пишет Life, происходит в моменты осуществления транзакции от Госдепа, а к специалистам предъявляются такие требования, как доступ к материалам с грифом конфиденциально и совершенно секретно, а также отсутствие проблем с прохождением полиграфа, должностные обязанности, анализ данных агентурных сетей и обработка информации для содействия радиоэлектронной разведки. Так, например, вакансия специалиста по агентурной разведке была опубликована 17 декабря 2017 года, но потом была удалена. В обязанности специалиста входит знакомство с материалами медиа и их интерпретация на основании геополитических, экономических и социальных данных, а также получение данных от агентурной сети, перевод на английский язык различных материалов с русского языка. Для чего Госдеп это делает, вполне объяснимо. Через мелкие кампании собрать информацию о социальных проблемах в российских соцсетях, чтобы усилить социальную напряженность через публикацию в них, после чего использовать напряженность в своих целях, каких, например, оказывать давление на предстоящих выборах президента РФ. Автор лайфа Евгений Емельянов приводит анализ отчета специализированной консультативной комиссии при Госдепе США по вопросам продвижения публичной дипломатии, которая под отчет на президенту, Конгрессу и Госдепу и подробно рассказывает о том, как осуществляется влияние Госдепа на информационное пространство России, особенно накануне выборов президента РФ. Стоит отметить, дополняет Редус, что Вашингтон накануне выборов российского президента активно вкладывает не только в Рунет, но и в традиционные медиа. Сенатский комитет по осигнованию увеличил и без того щедрое финансирование лояльных российских СМИ на 81,6 млн долларов. Комитет пояснил дополнительные расходы необходимостью противодействия агрессивной дезинформации пропаганде России, в частности за счет разработки эффективного вещания на русском языке. Также, как писал в сентябре 2017 года Live, к предвыборному году в России на 22 млн евро за последние несколько лет возросли расходы немецкой государственной вещательной корпорации Deutsche Welle на противодействие российской пропаганде. Обзор FLB Ну, то, что они в соцсети полезли, это как бы не новость, но цифры, конечно, ошеломляющие на подпитку всего этого. Тут-то идет волна в сетях, то Ольгинские троллей, то еще каких-нибудь троллей. Вот, Миллер прокомментировал выдачу разрешения на строительство Северного потока-2. Полученное в Германии разрешение позволяет начать строительство Северного потока-2 на самом важном его участке. Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайсфесвальде. Цитирует Миллер Ария новости. Ранее в Германии выдали разрешение на строительство Северного потока-2 в территориальных водах. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал НСН рост экспорта российского газа. Ну, чтобы они не предпринимали, как бы они не вертелись, как уж на сковородке, но ведь газ все равно пойдет в Европу. Во-первых, в Европе, как и в Америке, хорошо считают свои деньги, еще лучше они считают чужие деньги. Я это к чему? А к тому, что сколько поимеет с них Соединенные Штаты за сжиженный газ, доставляемый танкерами, они уже просчитали. Если во что это им встанет, они тоже посчитали, ну и сравнили доступность газов через трубу. Так что финансисты европейцы неплохие, очень даже неплохие. Так что вряд ли они сами себе на горло наступят. Так, идем дальше. На Донбассе грядет Африн-2. Мясорубка для ВСУ под фанфары Кремлевского доклада. Готова ли к обороне Дебальцева? Да вот я не знаю, может ее записать и как статью опубликовать? Или пусть она в новостном идет. Не, ну я как открою, так открою. Донбасская развязка в свете закона о реинтеграции и эйфории Киева от Кремлевского доклада. В то время как многочисленные российские и зарубежные обозреватели, политологи, военные эксперты ЗТИ в Дыхании продолжают внимательно мониторить ситуацию на северном участке сирийского ТВД, где курдские отряды самообороны и демократической партии в кантоне Африн с невероятным героизмом и тактической подкованностью каждый день лишают основных боевых танков и живой силы, в разы превосходящую армию агрессора, не позволяя протурецким террористическим формированиям объединиться в единый Северный фронт. Не менее важные военно-политические новости начали приходить с неспокойного Донбасса. На сегодняшний день оперативную обстановку у линии соприкосновения, а также степень тотальной недоговороспособности Киева и Запада на дипломатическом фронте, можно отнести к категориям, прошедшим точку невозврата, конструктивному диалогу, который мог бы привести к мирному процессу передачи ЛДНР оставшихся территорий бывших Луганской и Донецкой областей, будь он проведен до 18 января 2018 года. Принятый 18 числа так называемый законопроект номер 7163 о реинтеграции Донбасса на корню перечеркнул любые возможности достижения консенсуса между Донецком и Луганском, Москвой и Киевом в рамках минского формата, упоминание о котором, судя по последнему пресс-подходу нардепа от блока Петра Порошенко Ивана Винтинга, сразу после голосования было изъято из президентского текста. Стоп, стоп, стоп. А вот здесь интересно. Сегодня 1 февраля, 18 января закон о реинтеграции приняла РАДА, так? Но должен же был подписать президент. Слушайте, я вот с этими катаклизмами погодными и компьютерными, я не сразу сообразила-то, ведь сегодня февраль уже. Порошенко подписал вот этот законопроект 7163, который РАДА приняла. Без его подписи это Филькина грамота. Люди, я чат спрашиваю, вы там это, что-нибудь найдите, пока я читаю. Таким образом, все принятые в последующих встречах трехсторонние контактные группы договоренности уже не будут представлять для Киева какого-либо серьезного юридического значения, а тем более не станут гарантом для соблюдения режима тишины со стороны ВСУ. Собственно говоря, даже до принятия вышеуказанного законопроекта ГЭШ ВСУ на протяжении более чем трех лет являлся инициатором регулярных срывов десятков анонсированных под эгидой Минсков псевдоперемирий, а также стал виновником тысяч смертей среди мирного населения Донбасса. Теперь же, после обострения обстановки, переструнить украинскую сторону посредством минских дипломатических рычагов будет крайне трудно, если не сказать невозможно. Как известно, главным поводом кратификации вышеуказанного документа, так называемого реинтеграционного законопроекта, стало подтверждение Вашингтоном и Оттавой мощной военно-технической поддержки в случае, если армейские корпуса Народной милиции ЛДНР предпримут серьезные контрмеры против украинской агрессии с задействованием «Северного ветра». Поддержка была выражена в декабрьских законопроектах, принятых правительством Канады, а также Конгрессом США и Белым домом, предусматривающих поставки армии незалежной различных видов летального оружия, включая винтовки Барретт М-28-82А1, многочисленные виды РПГ, а также противотанковые ракетные комплексы, даются названия, и джавелины. Так, как следствие американские ястребы практически полностью добились выполнения поставленной в масонских ложах задачи по втягиванию России в долгоиграющее и изматывающее военное противостояние на Донбасском, а, возможно, и всем южноукраинском театрах военных действий. В кругах российской политической элиты сегодня очень модно говорить о так называемых «сверках часов» после каждой многочасовой встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером. В реальности же все это более походит на пустое времяпрепровождение, ведь в Госдепартаменте Питагонии и администрации Трампа уже давно определились, с кем Волкеров действительно будет сверять часы. Это нелегитимно избранный президент Украины Порошенко, это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинов, один из главных гарантов карательной операции ВСУ на Донбассе, и, наконец, это и начальник генштаба ВСУ Муженко, с отмашки которого сегодня производятся практически все вооруженные провокации, уносящие жизни мирного населения и личного состава корпусов народной милиции, ЛДНР. Стоит сконцентрировать внимание, что встреча Волкера с Муженко уже является весьма неординарным и настораживающим событием на фоне консультаций с Владиславом Сурковым. Какова цель бесед якобы высокопоставленного мирного переговорщика с начальником ГШ ВСУ? Естественно, это не рассмотрение механизмов мирного урегулирования ситуации, а как минимум согласование тактики действия ВСУ на случай контрнаступательной операции вооруженных сил ЛДНР после развязывания Киевом эскалацией. И очень скоро мы получили возможность в этом убедиться. Именно Волкер 28 января 2018 года обнародовал начало процедур по отправке дживелинов в Незалежную, отметив, что на подготовку транспортных средств, складских помещений для хранения оборудования и программного обеспечения для техподдержки и обучения операторов потребуется некоторый период времени. Такое заявление окончательно убедило нас во мнении, что главный подопечный Тилерсона по вопросам Украины и ученик Джона Маккейна на юридическом поприще в 1997-1998 годах является главным официальным звеном в двойной игре Вашингтона с Москвой. Еще за полторы недели до этого заявления, сделанного Волкером в интервью Радио Свобода, ВСУ в разы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов в населенных пунктах ДНР, включая обстрелы из 30-мм автоматической пушки 2А42 жилых массивов Докучаевска, а также устроили провокацию с обстрелом рейсового автобуса «Эталон» близ КПВВ Еленовка, в ходе которой погиб 57-летний мужчина. Данные события стали для всего Донбасса предзнаменованием, демонстрирующим грядущее усугубление оперативной обстановки на фоне принятия Верховной Радой вышеуказанного законопроекта номер 7163, но это еще только полдела, ведь куда более тревожными наблюдениями является своеобразное хронологическое наслоение дат важных военно-политических событий с февраля по март 2018 года. В частности, 22 января побывавший с визитом в Мариуполе заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хук оповестил местных журналистов, а также органы местного самоуправления о возможном свертывании специальной мониторинговой миссии на Донбассе уже в марте ввиду окончания сроков действия мандата, выданного ОБСЕ еще 21 марта 2014 года. Более того, для восстановления и продления мандата потребуется единогласное одобрение всеми 57 странами участницами организации, чего может и не произойти, поскольку заинтересованы в этом далеко не все игроки. Ведь, несмотря на достаточно выраженную проукраинскую позицию сотрудников организации, а также их частые выпады с разведкой на территории республик и передачей обнаруженных позиций ВСУ, случаются и деметрально противоположные оценки ситуации со стороны ОБСЕшников. Так, в последних инцидентах с обстрелом рейсового автобуса из 7,62 мм ПКМ и жилых домов до Кучаевска из главного калибра БМП-2 сотрудники мониторинговой миссии наотрез отказались свидетельствовать в пользу украинских войсковых формирований, выдавая ложную информацию о направлении ведения огневого воздействия по вышеуказанным объектам. Естественно, присутствие СММ на Донбассе не является удобным ни для США, ни для Канады, ни для Киева, ведь проигрывающему в Сирии Западу скоро необходим кровавый блицкрик на Донбассе, и присутствие ОБСЕ здесь абсолютно не в тему. Зато отлично подойдет международный миротворческий контингент ООН, на размещение которого российское руководство и руководство Донецкой и Луганской народных республик все пытается раскрутить спецпредставитель Курт Волкер, Тилерсон, а также главы и представители многочисленных ведомств США. Так, несмотря на четкие заявления многочисленных российских высокопоставленных лиц о недопустимости размещения контингента ООН на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу, напомним, что это очередная ловка с целью перекрыть артерии военно-технической поддержки и логистики от его в момент наступления ВСУ, Волкер, упершись рогом, продолжает впихивать непринятую Москвой, Донецком и Луганском концепцию, обсуждая ее то с Порошенко Вальсманом, то с Турчиновым. На что же он надеется? В первую очередь, это так называемый «кремлевский доклад», который может вступить в силу как раз в марте, когда ОБСЕ планирует свернуть свою миссию на Донбасском театре военных действий. Здесь мы можем проследить четкую зависимость, где с помощью обнародования кремлевского списка из 96 крупнейших российских бизнесменов и 114 политиков, а также секретного списка из еще большего количества мелких чиновников и миллионеров, против них Минфин США планирует применить санкции в первую очередь, Москву хотят сделать куда более сговорчивее. Другими словами, все надежды и чаяния Госдепартамента опираются на попытку запугивания российского истеблишмента наложением всеобъемлющих санкций на имеющиеся зарубежную частную собственность и активы глав всех ведомств российского руководства. Также по замыслу американских ястребов, этот доклад дает нашему руководству небольшой отрезок времени, от одного до трех месяцев, на кардинальное смягчение позиций в отношении решающих геостратегических вопросов, одним из которых, естественно, является повисшая в воздухе ситуация с Донецкой и Луганской народными республиками. Здесь штаты рассчитывают на реванш с безоговорочной победой, заключающейся в скорейшей зачистке Донбасса от любых носителей русской идеологии и всего того, что находится в нашем сердце на протяжении веков. Россия уже планирует сосковать по рукам и ногам с помощью различных санкционных списков, вынудив главных переговорщиков подписаться под проектом резолюции о введении миротворцев ООН, составленном в Вашингтоне и Киеве. В случае же несогласия на столь проигрышный и позорный для Москвы сценарий, кремлевский доклад со всеми его секретными вкладками планируется частично активировать, и мы должны быть к этому готовы. В ином случае, рейтинги нашей страны, как сверхдержавы, в глазах главных игроков, снизятся до неприемлемых показателей, и появится шанс отправиться на задворки большой игры. Демонстрация мягкотелости в данных вопросах чревата крайне серьезными проблемами. Впрочем, на данный момент реакция официальной Москвы на кремлевский доклад остается крайне взвешенной и сдержанной. В то время, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал появление доклада беспрецедентным и указал на необходимость тщательного анализа возможных последствий в случае его ратификации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заранее приравнял эффективность этого документа к санкциям против хрюшей степашки, на что также имеется основание. Днем ранее, 29 января 2018 года, Волкер сообщил о готовности России к введению на Донбасс вооруженной миротворческой миссии, включая всю территорию ЛДНР и участок российской границы. Об этом стало известно от украинского ресурса «Укринформ». На чем основывается такой смелый вывод чиновника от Госдепа, пока сказать трудно, учитывая, что представители российского внешнеполитического ведомства не давали для столь бездумного мнения никаких поводов. Ни о каких пронатовских миротворцах у наших границ по югославскому сценарию не может быть и речи. Возможно, данное заявление Волкера является своеобразным информационным червем, направленным на склонение российского руководства к принятию выгодной Белому дому модели получения контроля над республиками Донбасса под одновременным прессом вышеуказанных санкционных докладов. Тем не менее, сделать это будет не так уж и просто. Во-первых, далеко не все активы политиков и бизнесменов, занесенных в кремлевский доклад, находятся в открытом доступе для сотрудников Офиса контроля над иностранными активами ОФАС, являющегося подразделением Минфина США, возглавляемого Стивеном Мнучиным. Во-вторых, заморозка даже имеющихся в доступе ОФАСа с счетов участников кремлевского доклада либо наложения санкций на штатовских игроков, сотрудничающих с нашими государственными и частными структурами, нанесет огромный экономический ущерб США и отразится на их же репутации. Такой вывод можно сделать, основываясь на информации, опрошенных агентством рейтерс, экономистов и политологов. Последние уверены, что перечисленные КАЦа вторичные санкции, затрагивающие лиц заключающих проекты с нашей оборонкой, могут нанести крайне серьезный удар по западноевропейским и даже некоторым американским компаниям, что вызовет большое недовольство действиями администрации Трампа. В итоге, как кремлевские, так и секретные доклады могут заметно сбить рейтинг США в глазах крупных французских и итальянских предпринимателей в оборонной отрасли. Это подтверждает и комментарий старшего аналитика А.К. Гроуп по вопросам политических рисков Максимилиана Хесса, сделанный для CNBC. Специалист отметил, что наиболее вероятный сценарий – это одобрение Трампом лишь 5 из 12 санкционных мер, которые будут иметь минимальное влияние на российский оборонный сектор на рынке вооружения. Остроты в сложившейся ситуации добавляет и отказ Европейского Союза от введения дополнительного пакета санкций против предпринимателей и компаний по рекомендации США, о чем после встречи с Дмитрием Медведевым заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, ведь последствия от первого пакета страны-участницы ЕС уже прочувствовали сполна. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что никаких критических последствий от формирования и передачи Конгрессу так называемого «Кремлевского доклада» и приданного секретного списка ожидать не стоит. В то же время хронологически совпадающие с подачей доклада события стали индикатором неминуемого приближения эскалации на Донбассе, который Запад подтолкнет незалежную и без единогласного мнения относительно антироссийских санкций. Этот факт продолжает порождать многочисленные мифы и слухи относительно направлений, в которых ВСУ могут начать наступательные действия против Донецкой и Луганской народных республик, что продолжает сбивать с толку жителей Донбасса и обозревателей Рунета, о возможности прорыва на Горловском и Дебальцевском оперативных направлениях. Помимо планирующегося завершения работы миссии ОБСЕ на Донбассе, существует еще целая масса индикаторов, указывающих на приближение войны. Это и оглашение сроков поставки ПТРК ФЖМ-148 министром обороны Украины, намечающиеся на 2 февраля, и переброска в Нагорловское и Мариупольское оперативные направления значительного бронетанкового и артиллерийского усиления ВСУ, и, наконец, разведывательный полет и стратегического дрона радиолокационной оптико-электронной разведки РКЮ-4А, который с начала 2018 года появился в небе Донбасса 6 раз. Эти полеты можно считать крайне показательными, поскольку лишь перед началом активной фазы боевых действий необходимо практически ежедневное баражирование БПЛА, близ линии соприкосновения с целью получения оперативной информации, подтягивания противникам дополнительных подразделений и перегруппировки. Наибольшее же количество слухов сегодня связано с подтягиванием на северный участок линии соприкосновения Северный фронт ЛДНР полноценного реактивного артиллерийского дивизиона 9К-51 Град из 18 боевых машин, а также работ по разминированию серой зоны в северных окрестностях Гурловки, что может указывать на создание безопасных лазеек для проведения наступательной операции. Об этом 25 января с пометкой «Срочно» заявил российский журналист Семен Пегов. Позднее в сообществе сводки ополчения военнослужащий корпуса народной милиции ДНР, пожелавший остаться анонимным, попытался опровергнуть мнение Пегова, указывая, что активизация ВСУ под Гурловкой является отвлекающим маневром для перетягивания максимального количества подразделений армии ДНР на сторону Гурловки и оголения Светлодарской дуги, в то время как именно в районе Светлодарской дуги произойдет прорыв с дальнейшим наступлением к российской границе. Автор ошибся, указав 120-километровую дальность от Дебальцево до границы в реальности 70 км через Торрес. А также добавил, что после этого штурмовые костики-хунты разделятся на два тактических рукава, один из которых продолжит продвижение на северо-восток, охватывая Луганск, а второй – на юго-запад, охватывая Донецко-Макеевскую агломерацию до Кучаевск. Мнение достаточно интересное, но едва ли соответствует действительности и тактической обстановке. Использование Гурловки в качестве участка для отвлекающего маневра само собой разумеющееся дело, а вот наступление на Гурловку, равно как и на Дебальцево, является чем-то реально фантастическим. Все это четко просматривается на примере кантона Африн. Здесь, спустя полторы недели после начала проведения преступной операции «Оливковая ветви», в ходе бомбовых ударов турецкой авиации погибло более 100 мерных жителей и аналогичное количество защитников Африна. Турецкая армия и террористические подразделения ФСА смогли захватить лишь небольшие приграничные сектора в оперативной глубине 3-7 км, карта ниже. Такой «успех» был достигнут армией боевиков, на чьей стороне имеется полноценная артиллерийская поддержка. Авиационная поддержка, прикрытие танковыми бригадами «Леопард-2А4» и «М-60Т» «Сабра» 5-7-кратный численный перевес, а также поддержка со стороны комплексов «Рэп Коралл». Противостоять агрессору не столь многочисленные курдские отряды народной самообороны, имеющие в распоряжении лишь устаревшие ПЗРК стрела и противотанковые ракетные комплексы далеко не последнего поколения. В то же очередь, на стороне народной самообороны курдов благопривятствующий возвышенный рельеф местности с массой хребтов и высот. А теперь давайте взглянем на Донбасс. Украинские войсковые формирования, в отличие от протурецких сил на границе с Африном, имеют лишь 2,5-3,5-кратное численное превосходство по личному составу, незначительное превосходство около 1,3 раза по количеству единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также примерно равное соотношение по количеству основных боевых танков Т-72АБ, БМ-1, Т-64БВ и различных типов противотанковых ракетных комплексов от Фагота до Метиса-М и Конкурса-М. Этих средств вполне хватит для отражения наступления в СУ на большинстве операционных направлений ЛДНР. Прорыв на управление Дебальцева станет для украинских штурмовых подразделений последним в прямом смысле этого слова. Всего 15 километров находится центр Горловско-Янакиевской агломерации, где сосредоточены основные силы 1-го артиллерийского корпуса Народной милиции ДНР, отвечающие за северное направление, наступающие через населенные пункты рассадки, Логвиново и Лозовое, пехотные и танковые подразделения ВСУ будут отчасти накрыты артиллерийским огнем из окрестностей Дебальцево, Углегорско-Горловки, Янакиево, а возможно и Брянки. Дальность 26-30 километров позволяет... Подождите, но Брянка с этой стороны находится? Что-то он город перепутал, по-моему. Ближе там находится Комиссаровка, Вергилевка, даже с Астаханово, с Алмазной там ближе дотянуться, чем из Брянки. Министерство обороны ДНР сможет распределить на Светлодарскую дугу до нескольких десятков противотанковых расчетов, что позволит разбить танковые бригады ВСУ еще на подступах к Дебальцево. Потери ВСУ могут дойти до более чем 1 тысячи человек. Даже в том случае, если командование ВСУ применит на данном направлении ОБТ, Т-64БМ «Булат» и Т-84БМ «Оплот», оснащенный ДЗ «Нож» и тандемный дуплет, и все же сможет войти в Дебальцево, на этом продвижении увязнет в рутине городских боев и со временем корпуса выкурят украинскую армию с города либо разобьют в Дебальцевском котле номер 2. В Горловке украинскую армию ожидает столь же горячая встреча со стороны противотанкистов Народной милиции ДНР, и только лишь южные рубежи республики в районе Тельманово могут подвергнуться подобному броску со стороны украинских войск, чему по-прежнему способствует малая оперативная глубина и отсутствие мощной городской инфраструктуры для возведения долгоиграющих укрепрайонов. Я бы сказала, статья ни о чем. Так, идем дальше. Умру за Родину дорого. Это почевыкание. Давайте это на потом. Грудинин сравнил советскую армию со стадом баранов. Политолог увидел тенденцию. Кандидат в президенты Павел Грудинин сравнил со стадом баранов советскую армию, победившую в Великой Отечественной войне. Это не просто неудачная фраза. Проблема гораздо глубже, считает политолог. Кандидат в президенты от КПРФ на выборах 2018 Павел Грудинин в ходе поездки по России для встреч с потенциальными избирателями посетил Екатеринбург. Там он дал большое интервью местному информагентству знак.ком, который имеет репутацию либерального, а первый руководитель которого была суждена за вымогательство. В ходе интервью Грудинин рассказал о своем сложном отношении к Иосифу Сталину и ко всему сталинскому периоду истории СССР. В частности, предприниматель высказался о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Слышали такую фразу? Стадо львов под управлением барана может проиграть войну стаду баранов под управлением льва. Это консолидация общества. «То, что Сталин сделал нищую страну великой, умной, обучил всех», заявил кандидат от КПРФ. Неудачное, мягко говоря, сравнение со стадом баранов советской армии и всего советского народа, выигравших самую страшную войну в истории человечества, не осталось незамеченным противниками Грудинина. По мнению политолога Владимира Киреева, дело тут не только в том, что Грудинин употребил крайне неудачное сравнение для советской армии. Проблема в том, что Грудинин, давая интервью либеральному изданию, пытается заигрывать с чуждым для него электоратом и манипулирует потенциальными избирателями. А ведь правда интересно, слушайте. Он же вроде как коммунист. Конечно, фразу про баранов можно однозначно назвать неудачной, хотя, возможно, она и не отражает взглядов самого Грудинина относительно этого вопроса, отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. Но, тем не менее, речь шла о важнейших вещах – о русском, советском народе, о советских гражданах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. По словам Владимира Киреева, нет ничего удивительного в том, что у людей, которым слова Грудинина о русском народе показались пренебрежительными и оскорбительными, подобное заявление вызвало возмущение. Но дело не только в одной неудачной фразе кандидата от КПРФ, подчеркнул политолог. Тут стоит посмотреть еще на один аспект, отметил собеседник Фан. Дело в том, что Грудинин умеет говорить приятные и убедительные вещи, предназначенные для категории российских граждан, которые, согласно социологическим опросам, положительно относятся к Сталину, к его политическому курсу и политическому наследию. При этом обратите внимание, кому Грудинин дает свое интервью. Он дает его изданию, которое построило всю свою риторику, свою редакционную политику как раз на отрицание наследия политической программы внешней и внутренней политики и самого Сталина и вообще всего советского периода нашей истории. В этом состоит противоречивость позиций Грудинина, отметил политолог. Это не только противоречивость медийного образа Грудинина, который пытается создавать он сам и его команда. Это противоречие гораздо глубже. Оно в политической позиции этого кандидата. Грудинин позиционирует себя как представитель народа, как выходец из народа, но на самом деле он является крупным предпринимателем. Его контакты сегодня в основном либерального характера. Поэтому тут можно усмотреть заигрывание Грудинина с чуждой ему аудиторией и даже некую, как говорится, постмодернистскую иронию. А с другой стороны, имеет место просто манипулирование мнением избирателей, что полностью выдает двусмысленность позиции этого кандидата, а также манипуляционные технологии, которые использует Грудинин и все его окружение, отметил Владимир Киреев. Автор статьи Алексей Громов. Федеральное агентство новостей. Грудинин сравнил советскую армию со стадом баранов. Политолог увидел тенденцию. Я даже не знаю, что сказать. Настолько все нехорошо. Нехорошо это мягко сказано. Хорошо в чате нет Андрюхи. Сейчас бы тут началось. Так, это по ЧВК. Помните, я недавно говорила, уж не связаны ли все вот эти звоночки? Убыстрение принятия закона о легализации ЧВК в России. Принятие закона в Раде Украины по поводу реинтеграции Донбасса. Оно все как-то одно за одним. Последовательность прям друг другу в затылок дышит, если может так выразиться. В России пытаются легализовать частные военные компании ЧВК, которые, к слову, давно уже существуют, развиваются и успешно работают за границей, независимо от российского законодательства и его позиций на этот счет. Однако события на Донбассе и в Сирии, где интересы Родины и ЧВК неожиданно пересеклись, очевидно заставили заинтересованных лиц пересмотреть свое отношение к теме наемничества. Иначе как-то нехорошо получается. Российские солдаты удачи получают государственные награды за то, что проливают кровь вдали от Родины, но при этом на Родине их считают преступниками. Их могут даже посадить в тюрьму ровно за то, за что наградили. Лента.ру попробовала разобраться, чем живут сегодня российские наемники, в чем причина неожиданного интереса государства к негосударственным войскам и что изменит их легализация. Недооценили. О том, что неплохо бы иметь закон, который защитит сотрудников частных военных компаний в январе этого года, сказал глава МИД России Сергей Лавров. Вскоре после этого глава Думского комитета по обороне бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что комитет готов подключиться к работе над документом, который легализует практику использования ЧВК в интересах страны. У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценен, отметил генерал. Но документ, как оказалось, уже есть. Как рассказал Ленте.ру, его автор, депутат Михаил Емельянов, в нем прописаны такие направления работы ЧВК, как участие в контртеррористических операциях, защита целостности и суверенитета других стран. Опыт операций в Сирии показывает, что нам такие военные компании нужны, констатировал депутат. Де-факто ЧВК существует в России уже давно. Они работают по заказам частных компаний, занимающихся бизнесом в неспокойных регионах, а еще сотрудничают с иностранными госструктурами в качестве инструкторов, личной охраны или военных советников. Самый яркий пример – защита торговых судов от сомалийских пиратов в Аденском заливе. «Есть ЧВК, о которых все знают, но на деле это просто хорошо вооруженный и подготовленный ЧОП», – рассказал Ленте.ру, сотрудник одной из военных компаний Вадим Д. «Имя изменено. Есть менее известные, которые нигде не светятся и о них не пишут. Компании, даже состоящие исключительно из российских военных специалистов, регистрируются за границей и действуют под лицензией, выданной другим государством. А как иначе им рассчитывать на контракты с солидными компаниями? Наиболее известным частным военизированным предприятием с российскими корнями можно назвать Moran Security Group. Это уже целый консорциум компаний. Судя по информации на официальном сайте МСЖ, ее визитная карточка является как раз защитой морских судов, для чего у компаний даже есть свой небольшой флот. На фотографии специалисты МСЖ по борьбе с пиратами 21 века. Спектр услуг весьма широк. Конвоирование грузов, в том числе скрытое, разминирование, разведка и наблюдение, охрана объектов, таможенный и пограничный контроль, помощь в освобождении заложников, захваченных судов и многое другое. А еще услуги по подготовке кадров к военным действиям. Источник ленты Тучка.ру отмечает, что кроме морского конвоя, коньком МСЖ является личная охрана первых лиц и что клиентом компании был даже президент Сириба Шарасад. Недаром одним из основателей МСЖ называют Бориса Чикина, аса в этой сфере. Чикин был инструктором горно-стрелковой подготовки бойцов спецподразделений СССР во время войны в Афганистане. В 90-х прошел подготовку на телохранителя в Израильской Академии Безопасности, затем продолжил образование в Китае, потом стал обучать российских бодигардов. А еще именно в МСЖ, по данным Фонтанки.ру, начинал свой боевой путь после отставки из российских вооруженных сил подполковник запаса Дмитрий Уткин, чей позывной дал имя наиболее известный сегодня по событиям в Сирии ЧВК Вагнера. Это его трех бойцов. ИГИЛ захватили и казнили, да? Выход на передовую. О работе российских наемников за рубежом мало что известно. Весьма вероятно, что люди с российскими паспортами отметились во всех относительно крупных вооруженных конфликтах за последние 25 лет. Но по большей части это были одиночки, воевавшие в иностранных ЧВК. Впервые большая группа российских наемников из российской же компании вышла на поле боя в Сирии в 2013 году. Это была созданная в Санкт-Петербурге, хотя и зарегистрированная в Гонконге компания Славунис, дается название в общем, более известная как Славянский корпус, рассказали ленте.ру специалисты директората номер 4, занимающиеся изучением военных конфликтов. В нее входило около 300 человек, казаки и бывшие военные. В их задачи входила охрана нефтяных месторождений в провинции Дей-Резур, однако они вели боевые действия против боевиков исламского государства в провинции Хомс. Отношение к этим бойцам было почти как к штрафникам. Все их просьбы о снабжении оружием и боеприпасами или выполнялись в мизерном объеме, или же вообще игнорировались, отметили в директорате номер 4. Поход Славянского корпуса бесславно закончился в том же году, когда по возвращению в Россию бойцов и командиров потрепанного боями ЧВК подвергли уголовному преследованию. Два года спустя российские наемники вновь вернулись в Сирию. В октябре 2015 года на территорию республики прибыли первые части так называемой группы Вагнера, которая успела отметиться в 2014 году в Крыму и принять участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных народных республик. Рассказал Вадим Д. Бойцов Вагнера, как и их предшественников и славянского корпуса, сперва использовали для охраны месторождений нефти, но затем стали привлекать к боевым действиям, как разведывательные и штурмовые подразделения. Наиболее тяжелыми для вагнеровцев стали бои в районе Акербат и поддержка наступлений сирийской армии на город Дерезор, пояснили в директорате 4 во время контрнаступления боевиков Исламского государства в конце сентября 2017 года. На одном из участков шоссе Пальмира Дерезор были захвачены бойцы Цуркану и Заболотной, которые до сих пор остаются в плену. «Слушайте, они живые, их не казнили?» «Здорово!» Часть ЧВК «Вагнера» действует под вывеской «Охотники на ИГИЛ». По легенде, этот отряд подготавливает российские инструкторы. Остать его члена можно только в том случае, если твои родственники пострадали от рук террористов. Но боевые действия в том же Акербате показали, что это прикрытие для российских граждан, а сирийцы в камуфляже используются только для фотоотчетов, утверждают директорат 4. Так, сирийские ресурсы сообщали, что этот отряд направляется для зачистки района от боевиков ИГЭ. Однако в ходе боевых действий джихадисты опубликовали фото убитых лиц славянской внешности с воинскими жетонами, принятыми у вагнеровцев. На фотографии Дмитрий Уткин крайне исправа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В качестве другого примера называют зачистку населенного пункта Хешам на левом берегу Ефрата у города Дей-Резур. Тогда охотники заявили в своих соцсетях, что именно они ведут бои с вооруженными формированиями исламского государства. А затем уже террористы опубликовали в сети фотографии убитых российских солдат, как раз вагнеровцев. Прежде чем дальше продолжить читать, хочу обратить внимание слушателей на подпись внизу экрана. Мнение авторов транслируемого контента может не совпадать с мнением команды канала. Теперь читаю дальше. Не забываем, это лента.ру Делаем на это скидку. Это я по поводу того, что заявлено о участии на Донбассе. О участии в Крыму. Ну, говорю же, лента.ру Один из них с характерным для группы Вагнера жетоном М-25-60 был идентифицирован как Дедяев. Дедяев Алексей Николаевич, позывной Дедяй. До этого он участвовал и в конфликте на юго-востоке Украины, добавили специалисты директора А4. Вот докажите. Все это применимо и для самой боеспособной, как считается, в сирийской армии 5-й дивизии, с той лишь разницей, что там воюет больше местных жителей, чем в охотниках. Я знаю этих парней из группы Вагнера. У них реально много потерь было в Сирии, рассказал Вадим Де. С гораздо меньшими потерями и достаточно эффективно они работают в ДНР. Украинская армия реально не способна им противостоять. В Сирии потери вагнеровцев составляли примерно 30%, но они там делали самую трудную работу. Сначала шли они, потом наш спецназ, а только потом сирийская армия. По данным фонтанки.ру, ну еще одно издание такое прям. Командира вагнеровцев Дмитрия Уткина и отличившихся бойцов его ЧВК награждали в России орденами и медалями. Издание даже опубликовало скриншоты с документами. Участие россиян в конфликте на юго-востоке Украины это отдельная история. Отметим лишь, что в деле легализации российских ЧВК украинские СМИ-эксперты сыграли заметную роль. В течение нескольких лет они фактически занимались рекламой подобных формирований, демонизируя и возводя до невероятного уровня их способности, оснащенность и численность. Так, в 2015 году на одном из украинских ресурсов появилась красивая инфографика с данными по российским ЧВК, которая затем разошлась по соцсетям и прибавила авторитета тем организациям, кто в нее угодил. РСБ Групп, Антитеррор, МАП, Моран Секьюрити Групп, Центр-Р, Славонис Корп Лимитед, ЧВК Вагнера и Енот Корп. Источник ленты.ру отметил, что подборку эту релевантно не назовешь. В нее среди прочих попали военно-патриотические организации, которые к реальным ЧВК не относятся, отметил он. Бравые и правые. С принятием закона наши частные военные компании начнут работать официально. ЧВК могут стать надежным инструментом при защите государственных интересов России за границей, рассказал ленте.ру представитель Енот Корп по имени Михаил. Это соответствует вызовам международной политики. А еще важно помнить, что этот рынок уже есть, он никуда не денется. И многие пойдут на любые ухищрения, чтобы заниматься тем, что у них получается. По его словам, сегодняшние сотрудники ЧВК испытывают массу трудностей при возвращении на родину. Сейчас бывает так, что ты едешь зарабатывать деньги, выполняешь задачи фактически в интересах Российской Федерации, возвращаешься и отдаешь все заработанное для того, чтобы остаться на свободе. Кроме того, вступившему на тропу наемничества человеку, даже избежав уголовного преследования, тяжело устроиться на работу. Несколько лет у человека разрыв в записях по трудовой книжке. Работодателю непонятно, чем тут занимался. И перспектив трудоустроиться официально почти не остается, отмечает представитель Енот.корп. Поток желающих стать солдатами удачи, по словам Михаила, увеличился, на футе настянувшегося конфликта в Донбассе. Люди поехали туда по зову сердца. Некоторые из них проявили талант к тому или другому направлению военного дела. Привыкли к устройству и распорядку жизни на военном положении. Сдружились со своими сослуживцами. К обычной мирной жизни такие люди возвращаться не хотят. Собирательного образа бойца российского ЧВК нет. Это люди разного возраста, уровня образования, происхождения, как деревенские, так и городские жители. Как бывшие военные, так и не служившие в армии, говорит Вадим Де. Однако, по его словам, среди операторов, так в ЧВК называют сотрудников, почти нет кавказцев, вопреки убеждению многих обывателей, считающих, что там сплошь дагестанцы с чеченцами. Напротив, многие российские ЧВК правильнее называть русскими, так как ими руководят и в них состоят как умеренные, так и радикальные националисты, даже русские неонацисты. К последним некоторые относят и самого Уткина Вагнера, отмечая, что этот позывной Рихард Вагнер был любимым композитором Адольфа Гитлера. Подполковник выбрал не случайно, а в Донбассе он любил расхаживать по позициям в немецкой каске. В целом же привлекательность опасной службы без каких-либо гарантий, прав и соцпакетов обусловлена солидным заработком. По зарплате все очень по-разному, рассказывает ленте.ру, оператор другой ЧВК Станислав Е. Имя изменено. Например, еще в 2015 году оператор другой ЧВК Станислав Е. Ой, извините. Например, еще в 2015 году платили от 80 тысяч в ДНР до 360 тысяч в Африке, например, в Сомали-Марокко. В Сирии уже 460 тысяч. Однако заработки стали падать. Снаряжение операторы часто покупают на свои деньги, причем бывало и советуют не экономить. Как правило, люди приезжают после первого контракта, возвращают долги за ранее купленное снаряжение и закупают на солидную сумму более подходящее снаряжение для конкретных условий, поясняет Михаил из Еноткорп. Вадим Д. также отметил, что некоторые ЧВК в последнее время занимаются тем, что зарабатывают на подготовке наемников, вместо того, чтобы давать им работу. Например, РСБ групп подозревает в том, что она едва ли не наживается на тех, кто желает стать солдатом удачи. Вот Вагнер учит, бесплатно готовит и отправляет. Это все включено в контракт, а РСБ, у которой оборудован ряд мест Подмосковья, берет с кандидатов от 5000 до 15000 рублей в день и не факт, что примут на работу. Дадут вместо этого сертификат, который никому не нужен по факту, отмечает оператор. В первую очередь, по словам Михаила, в боевых условиях отстреливают всевозможных реконструкторов, страйкболистов и любителей занятий по практической стрельбе. Увереннее и безопаснее действуют бойцы, обстрелянные в Чечне или в Донбассе. Тела погибших наемников домой не возвращают. Их родственников выплачивают компенсации, но не всегда. В суд все равно никто не пойдет. В ситуации с ранениями все будет зависеть от везения. У каждого отряда есть свои полевые медики, аптечки. Бойцы отрабатывают навыки оказания друг другу первой помощи. Двоим разрешается выйти из строя, чтобы помочь раненому, но никакого вертолета за ним не пошлют, если речь идет о зоне соприкосновения с неприятелем и на родину, не эвакуируют, отмечает Станислав Е. Помощь будет оказана в госпитале вооруженных сил САР, если дело в Сирии, или в гражданской больнице. Также сотрудникам ЧВК, кто попадет в плен, пожалуй, хуже всего. Обменивать или вызволять их никто не станет, наймут новых, а этих ждут пытки и казнь. По словам Михаила в небольших ЧВК, где все сотрудники и командиры дружат и стоят друг за другом горой, немного иначе. Там все же предпринимают попытки освободить своих товарищей. Есть надежда, что проблема возвращения пленных и тел погибших бойцов будет решена в случае законодательной легализации частных военных компаний в России. Оператор Смерть на Аутсорсинг На Западе первые ЧВК стали появляться с конца 60-х. Первопроходцами были англичане. Полковник армии Е. Величества Дэвид Стерлинг создал легендарное спецподразделение САСА, затем частную компанию дается название. Следом за британцами стали развиваться американские военные компании, созданные богатыми промышленными рожейными предприятиями. Они с самого начала своего существования получали правительственные контракты на оказание помощи партнерам США, к примеру, Саудовской Аравии. Тесно связанные с государством ЧВК и есть сегодня практически во всех западных странах, даже в Китае. Российские спецслужбы тоже всегда приглядывали за отечественными ЧВК, но для защиты интересов Родины стали привлекать их, видимо, совсем недавно, в Сирии. Частные военные компании фактически помогают политикам сохранить лицо и власть, рассказывает Ленте.ру писатель Захар Артемьев, проходивший службу в вооруженных силах США. Вместо призыва резервистов или срочников, чьи смерти моментально бьют по репутации тех, кто отправил их на войну, к боевым действиям привлекают профессионалов-наемников. Одновременно решается проблема трудоустройства еще молодых, но уже отставных военных. Из-за гибели операторов ЧВК никаких массовых протестов не будет, никакие комитеты солдатских матерей не возбудятся. Погибают взрослые люди, которые сами выбрали эту работу – воевать за деньги. Главное, чтобы хватало средств. Война в Сирии показала перспективность такого подхода, но возникла одна проблема. В отличие от США, где ЧВК давно существует на законных основаниях и имеют соответствующие допуски и полномочия, в России возникли формальные проблемы в организации взаимодействия ЧВК с армейскими подразделениями. Например, не может же Мина обороны взаимодействовать и обмениваться информацией, которая наверняка содержит государственную военную тайну с людьми, которые формально считаются уголовниками и незаконными вооруженными формированиями. Так что закону ЧВК придется очень кстати. Он также поможет легализовать уже существующие в России учебные центры, где наемники проходят не только курс молодого бойца, но и регулярные курсы повышения квалификации. Например, группа Вагнера сидит на полигоне в Молькино Краснодарского края, рассказывает Вадим Д. Этот полигон принадлежит Министерству обороны РФ, инженерным и саперным частям, которые время от времени проводят там учения. Правда, статью о наемничестве вместе с легализацией частных военных компаний отменять не планируется. Она так и будет действовать. Просто наемниками станут считать одиночек тех самых диких гусей, которые работают без контракта с ЧВК. Сергей Лютых Умру за родину дорого. Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма. Да, все это настолько... В общем, напоминаю, мнение авторов транслируемого контента может не совпадать с мнением команды канала. И еще... Это пробный выпуск. Под ним я комментарий не отключу. Напишите, нужно это или не нужно. Если хотите в онлайн-режиме все это воспринимать, приходите, пожалуйста, на канал. Основная трансляция идет на Гудгейме, здесь и чат для общения. Добро пожаловать! Мы рады всем!